Там те самые молекулы говорят, слушайте, нам тут тесно, а вот там нас мало. Поехали туда и начинают видеть. Научный перформанс от самого Альберта Эйнштейна лишь мала часть акции «Ночь будущего». В очередной раз все неравнодушные к науке жители Казани смогли на одну ночь почувствовать себя студентом старейшего вуза России. Образовательный интенсив от КФУ – уникальная возможность оценить все новейшие разработки Казанского университета и каждый раз ею пользуются все больше желающих. Заметный ажиотаж в холле Уникса – прямое тому подтверждение. На самом деле подобные мероприятия меня поражают. Как сейчас рассказывается про биологию, потом будет про медиакоммуникации и различные такие темы, которые в принципе доступны для всех, но у них нет площадок, где бы они это могли изучить по моему интернету. А здесь же представители индустрии, ну академической, рассказывают достаточно интересные вещи и доступным языком. Четвертая серия про науки в КФУ выдалась наиболее масштабной. Свои стенды представили практически все институты и подразделения вуза. Высшая школа информационных технологий и информационных систем дала гостям возможность окунуться в виртуальную реальность с помощью симулятора гонок на болиде КАМАЗ-Мастер по живописной трассе Париж-Дакар. А на другом этаже собравшихся ожидал мастер-класс по оригами – искусству, зародившемуся в монастырях древней Японии. Оригами развивает легкую моторику рук, логическое мышление и, ну как сказать, это еще расценивается как искусство, нежели науки. Собравшиеся в этот день в Униксе также могли посетить лекции от ведущих экспертов КФУ и узнать, что нас ждет в будущем. Директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов раскрыл тайность воловых клеток, а руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Толчинский рассказал о влиянии новых технологий на медиасферу. Медиа – это сложные технологии, это очень сложные процедуры, процессы и прочее, но на выходе для зрителя, для читателя – это всегда авторы, это ведущие, это люди, это медиаперсоны. Вот что мы сегодня и делаем. Такой медийной персоной в этот вечер стал один из самых популярных телеведущих Татарстана Константин Куранов, который дал мастер-класс по истории журналистики в Казахском университете «Знай наших». Леонид Григорьевич Толчинский, ну, можно сказать, сделал революцию. Мы очень гордимся тем, кто старые кадры факультета журналистики, гордимся тем, что у нас есть теперь человек, который очень близко принял к сердцу эту работу. За информацией о предстоящих интенсивах пронаука в КФУ следите на главном сайте ВУЗа. Диана Авакян, Ленар Тавлитьяров, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова